Клуб мышления Клуб мышления Клуб мышления Клуб мышления Клуб мышления В ходе которого мы ищем технологические решения А как же это сделать? Затем мы ищем бизнес модель Как на этом заработать И дальше мы составляем Экшн план или бизнес план Или просто план Как мы это сделаем Это все у нас проходится в течение одного-двух часов. Затем мы даем время для того, чтобы можно было свою идею верифицировать. Нужно будет собрать, естественно, верификацию. Первое, с чего начинается, нужно будет добрать команду тех, кого не хватает. Дальше нужно провести эксперименты. Людям это надо вообще или нет? И третья часть, нужно уточнить цифры. То есть есть то, что казалось, стоит 2 копейки, иногда вливается в миллионы и наоборот. После чего наступает этап реализации. Он наступит тем, кто сегодня победит, я так надеюсь. Начинается он с того, что нужно защитить проект перед инвестором. Затем сделать проект. И в конечном итоге сдать проект заказчику. Вот три этапа, из которых состоит полноценный конкурс. Придумали, попробовали, сделали. Как вы понимаете, это больше, чем один час телевизионной программы. Наша задача придумать компактный сценарий программы. Что, есть уже, да? Отлично. Записывай его, и ты увидишь, насколько эта идея преобразится к концу. Итак, участники должны стараться, зрители должны принимать участие в программе. И оторваться должно быть невозможно. Я вам буду по традиции задавать вопросы, для того, чтобы натолкнуть на оригинальные идеи вашего сюжета. Ручки в руках. Первый вопрос. Итак, перечислите, пожалуйста, типы людей, которые потенциально могли бы смотреть программу. Минута. Следующий вопрос. Рассмотрите наиболее привлекательные моменты нашего конкурса с точки зрения тех людей, которых вы перечислили. Найдите наиболее часто встречающийся мотив. И этим зрителям это нужно, и этим нужно, и этим, и этим. Что это за мотив? Теперь переходим ко второму полу вопроса. Задача которого создать динамичный сюжет. Первое задание. Нарисуйте, пожалуйста, схему программы. Как зрители могут формировать сюжет? Некрасивых и слабых мальчиков с партии сбрасывали в пропасть. А как в вашей программе будут обламывать лузеров? Садники для лошадей придумали шпоры, чтобы они ехали вперед. А как ваши зрители будут подстегивать лидеров в конкурсе? Следующий вопрос. А кто будет отбирать лучшие проекты? Усложняю. Тот, кто отбирает, это несет ответственность. Хотя бы финансовую. Поэтому хотя бы что-то должен это положить на конкурс. А теперь объедините вот эти несколько идей, которые вы сейчас отобрали, как наиболее сильные, и финализируйте сюжет. Потрошители мозгов. Итак, внимание, наша передача. Потрошители мозгов. Отчего проблема России? Проблема России от того, что у нас люди очень умные, но часто предлагают свои идеи и не реализуют их. Нам нужно распотрошить мозги, так сказать, вылить все идеи наружу. Проект называется «Из грязи в князь». Поехали. Проект очень простой. Выбираем студентов, которые вылетают из вуза. Последний шанс. 50 человек рассаживаются по группам. Олег Александрович дает им кейс как ведущий, и они пытаются все решить. У них единственный шанс решить кейс и выйти оттуда все еще за учащимся в вузе. Остальные вылетают. Важно. Бизнес-тотализатор. Поехали. Ну, суть очень простая. Команды, которые работают над проектами, это у нас дом-2. А с другой стороны зрители, которые делают ставки и зарабатывают как на обычном тотализаторе. То есть совмещение там у них азарта, а эти товарищи работают. Мы соединяем две программы. Значит, первый момент. У нас, значит, право предприниматели, пять предпринимателей, слева пять инвесторов. Пять предпринимателей, каждый человек высказывает свою идею, инвесторы смотрят. Соответственно, идет голосование, тот предприниматель, который первыми, вторыми, третьими местами. Предприниматель может набрать команду к себе людей из инвесторов и зрителей в зале, которые задавали вопросы. Дальше эти люди удаляются на обсуждение. Это может быть за пределами эфира, могут быть в пределах эфира. Соответственно, дальше они как-то начинают, выходят и начинают выступать. Если инвесторам интересно или зрителям интересно, они в своем голосовании могут оставлять, чтобы они как-то продолжают говорить. Если им не интересно, соответственно, данность опускается, все, проект уходит. Замечательно. Значит, у каждого человека есть свои какие-то проблемы, которые он пытается решить. Три команды. Каждая команда решает ту проблему, которую человек задал. Конкретно, быстро. Может даже бизнесмен, какой-нибудь политик или алкоголик. Три команды. У каждого свое решение. Они обсуждают, зрители смотрят, голосуют за решение. Эти решения предъявляются, заведомо берутся интервью у Жириновского по поводу этих решений, у Зюганова, у Путина. И на роликах, так сказать, они высказывают свое отношение к этим решениям. А потом лучше решение реализуется. Все. Отлично. Первый проект, который используют телезвездки. Вы удивитесь, но мой проект называется Клуб мышления. Все очень просто. Корпоративная задачка и череда вопросов, и команды в студии, 6-7 команд, просто решают. Камеры висят над каждым столом, и люди могут видеть, как команды отвечают на эти вопросы. И сами тоже могут формировать свой проект. Потому что по окончании обсуждения презентации нет. Дается неделя до следующей программы, чтобы люди прислали видеоролики, двухминутные, со своим проектом. И вот эти видеоролики будут на следующей неделе в начале следующей программы выставлены. То есть те команды, которые участвовали, и те, кто просто их прислал. И отпирается определенное количество наиболее толковых проектов. Это в начале. А в конце, что происходит после Клуба мышления? Дайджест. Здесь мы показываем дайджест тех проектов, которые проводят эксперименты. То есть, ну вот, ваша проект вышла, да? Или реализует проекты. И вот это и есть программа. Программа, в центре которой презентация проектов прошлой программы, решение, любой человек может двигаться, у меня еще целых полчаса. И дайджест по тем проектам, которые реализуются. Все, голосуйте за меня, я номер один, номер ноль. Они обсуждают онлайн, а потом у них неделя, чтобы сделать видеоролик. Получается, зачем он онлайн обсуждать, когда они за неделю могут все сделать по-другому? И могут по-другому. Они же могут по-другому, да? Более того, зрители, зная, какие идеи здесь, могут их идеи сделать, да? И сделать лучше, да? Так это же замечательно. Бизнесмен, который заказывает эту задачу, он только будет радоваться, что идеи все лучше и лучше улучшаются и улучшаются. Поэтому приходим. Всем большое спасибо!